2 апреля в ограгородке Дворище прошло освящение нового храма в честь святой Софии Слуцкой. Храм в Дворище – один из немногих в Беларуси, который носит имя белорусской святой Софии Слуцкой. Он создавался силами неравнодушных верующих, меценатов, местных жителей и священника-протоиерея Георгия Мухи на протяжении 10 лет в помещении, переданном приходу совхозом Лицкий, практически с нуля. В итоге было выполнено внутреннее и наружное обустройство здания, установлен иконостас. Освящение храма – особое событие для прихода. Божественную литургию в воскресенье посетили верующие ограгородка Дворище и приезжие гости. Мы сегодня освятили этот храм в честь святой праведной Софии Нежной Слуцкой. И, конечно, это событие переоценить невозможно, потому что, как говорит святитель Игнатий Брянчанина, кто живет возле храма, тот живет возле рая. И вот для жителей этого ограгородка таким раем будет являться этот храм. Ну и в то же время он, знаете, будет таким свидетелем присутствия православия на наших землях, вообще присутствия Бога в нашей жизни. И, как говорил наш святейший патриарх Кирилл, что почему мы должны строить храмы в шаговой доступности. Человек проснулся, увидел, ага, вот там храм стоит. Может, я сегодня пойду не к телевизору, все-таки в храм схожу, потому что душа же, она у меня требует этого. Душа, она как бы хочет вот этой непринной пищи. И вот само присутствие храма, оно, конечно, должно побуждать человека каким-то хорошим, добрым, светлым мыслям. Я, опять же, пользуюсь возможностью, хотел бы поблагодарить всех, кто трудился, да, и отца-настоятеля, и матушку его, и всех прихожан, которые вложили сюда частичку своего сердца в строительство этой храмы. Ну и, конечно же, я надеюсь, что он станет для многих, вот, как сказал отец-настоятелем, тем местом, где они будут крестить своих детей, венчать, припровожать последний путь. Ну и не только, как бы, для этого, да, но и воскресный день пришел, мы идем в храм Божий, да. Как говорится, что если у нас будет Бог на первом месте, все остальное будет на своем, да. Это очень важно, поэтому должны ценить. И в то же время с этим у нас уже возрастает еще больше ответственность. У нас уже есть освященный храм, поэтому мы, как бы, должны наполнять этот храм своим присутствием, своей молитвой. Соответственно, вся вот эта благодать Божия, энергия Божия, она будет проходить на всю эту местность, да. Мы же вот молимся и в Весесе, и о наших о власях, о воинстве. Соответственно, оно будет все место освящаться, а это зависит от нас. Храм – это не стены, храм – это живые люди.